Тезка популярного российского актера театра и кино, самарец Евгений Миронов, выбрал рабочую профессию. Причина – высокая зарплата и солидная должность в одном из крупнейших предприятий города. Но для того, чтобы мечта сбылась, нужно защитить диплом энергетического колледжа и выиграть конкурс профмастерства. Сначала на городском, а затем на всероссийском этапе. Кроме жюри, работу молодых электриков оценят и сотрудники, которые уже работают на предприятиях. Приезжают люди, работодатели, и мы перед ними выступаем. То есть также представляем с оборудованием, свои работы научные у нас проходят, и после этого нас уже берут. По сути, после обучения нас уже самих устраивают официально. Показывать навыки практической работы студенты должны на новейшем оборудовании. На предприятиях страны его пока нет. Но экспериментальный вариант выпускают на одном из самарских заводов. Во время конкурса профмастерства начинающие электрики должны быстро отремонтировать агрегат и разобраться со сложной техникой. Каждый год вообще мы выпускаем звезд определенных. Мы их держим все на учете. И до сих пор мы с ними созваниваемся. Они делают прекрасные дипломы, делают прекрасные образцы новой техники, когда учатся. У нас есть, так называемый, проектный метод обучения. Наиболее одаренные такие инициативные студенты за время этой учебы, помимо базового курса, выполняют какое-то свое индивидуальное исследование. Они делают и солнечные станции, и магнитоплазмные установки, и там катушку тресла могут сделать, и шаровую молнию реализовать. Боролись за звание лучшего электрика Самары 20 человек. Некоторые приехали из других регионов. Специалисты из Волгограда говорят, победить в Самаре не так-то легко. Трудно с точки зрения оборудования, потому что оборудование новое. Проблема в том, что нет у нас таких ячеек, соответственно, оно тут самое современное. Это да, это сложность вызывает. Любое общение, это все-таки положительное движение вперед, развитие, это полезно и нужно. Поэтому для этого и приехали. Это хорошо как для студентов, для будущей трудовой деятельности, как знаний в профессии, ну и для колледжа, обмен мнениями. На конкурсе профмастерства молодым электрикам нужно было показать не только навыки ремонта сложнейшего современного оборудования, но и провести организаторские способности, заполнить техническую документацию, составить технологическую карту и сдать на отличную теорию. Ведь только те студенты, которые набрали максимальное количество баллов, поедут на конкурс профмастерства всероссийского масштаба. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, События.